что тут у нас происходит что тут такое пойти посмотреть добрый день зашел вас остановить применяют применяют свет стоп не работал я сделал стоп это ребята говорят что стоп сигнал не работает а как вы определили что он не работает ну на светофоре я ее поправил все нормально работало у меня была захита начали приколупываться документы мне не страшно а что с документами что хотят что значит выучено что значит выучено кем выучено давайте честно говорить кем выучено так вы нечинно я получил в 17-18 году на категорию прицепа но когда я получал новые права а старые права мне не забрали я как ездил по старым так и езжу зачем вы обманываете выучено вы получили и вот всем я не вы не скажете но у меня посвящение вы не я вы маете с ним а слушайте я вообще мне ничего не показывают я называю свою фамилию имя отчество вы берете и ищете по базе кто такой выучено у меня не выучено нахаля вам это не нравится а претензия в чем что у него нет вообще посвящения нет претензия в том что оно должно быть выучить выучить должен быть тот орган который мне выдавал новые права по идее как бы вот он получает а вытащите когда у вас будет решение какое-то именно данному человеку через суд найти и изъявят это чисто там купапе так а у вас же есть посвящение у него же есть это посвящение воде должно быть в архиве а другой у него есть сейчас с собой нету но согласно их власти у меня права есть это не то что он там не мает права керувания а это что сам этот пластик должен быть встанным так как он мает а ДИА у вас есть ДИА так как у него уже есть конкретно в цем ну да ему уже писали штраф что он с такими этих пирогами вы не хотите встанным я сейчас выхожу патрульную полицию послушайте 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 приедут точно такие же они приедут точно такие и по факту что как бы будет одно на другое так а что вы от водителя сейчас хотите что я хочу они хотят сейчас мне изъять старые а сказать у тебя сейчас нет документов и ты не имеешь право его нормальная фишка и 3-4 садаток прилетит или нет а сколько прилетит нет ну мало ли это штраф а а просто при себе ну сколько это штраф не надо они должны составлять пускай составляет вы мучите нас здесь я здесь на ваших глазах стопот устранил по любому сказали молодцы все нормально что вы пояснили вы блядь докапываете не а вы розыск я просто состою ну так а че че ну и смотрите как бы это было вы запомнили згидно какого пункта 2 пункта 2 почему это техническое справедливость я не могу подождите ПДД номер 2 пункт или что а я вас по ПДД спрашиваю я вас не по закону а по полиции мне просто интересно как ну водитель вы же когда выезжали вы же заметили что у вас тоже номера очень очень сильно затерты вы же на это не обращаете внимание на служебном ну а че вы тогда не доложили высшестоящему руководству мы когда выезжаем из базы нас проверяют и он когда выезжал у него было в порядке мы его попередили он усунул все вопросы какие вы же проверили что ну а ну я устроил внешние документы или вы останавливали просить а вы решили попросили зачем вам найти документы если я нахожусь в розыске обождите почему у меня ну для чего у меня а документы это предлог для того чтобы узнать посмотрели документы есть какие-то проблемы штраф сделали все я поехал дальше у вас была проблема в том что у вас посвященный водя ваша нечинная за червой части послушайте а другая вы не дадите ваши посвящения за червой части что еще не все так вы хотите чтоб он вам сейчас сдал старый ну ну так а может мы сейчас решим проблема не в том что мы пытаемся выяснить что он перевал транспортом за собой с чинным посвященным водяем виноват приставить позиции из моего штрафа в розыске 425 рублей ну давайте штраф в розыске часть 1 часть 1 часть 1 да я не буду вам ничего показывать вы все сфотографировали скажите пожалуйста что вам народ не доверяет ну я ж не знаю вот у меня такой вопрос я не буду вы сфотографировали а они в какой-нибудь смысле сфотографировали на мобильный телефон мы показали право они посмотрели право а сейчас ему дали команду что только она вытащит он сразу схватит да я не буду да не надо у вас заканчивается смотрите я здесь буду присутствовать поверьте при мне они этого не сделают а если сделают они сами понимают чем для них это все правильно вот и все вот смотрите вот у меня вопрос еще вот вы на планшет сняли для водительских подсвечения а каким норматив ты еще дейснов проделай посвящен не ну вы ж не не с этой целью сделали с целью а чем у меня сейчас подождите у меня вопрос а чем предусмотрена съемка каких либо документов на службовый якобы планшет а есть это где то прописано мы же у нас службовый планшет а где прописано что вы мое это фиксу ваты на службовый планшет 40 статей это прописано что там можно фиксовать из подсвечения водителя чьи и другие документы так можно на камеру фиксуется так можно на камеру ну так боди камера правильно 1026 вопросов нету а планшет нет планшет нет 1026 Слушайте, мы не имеем права фотографировать их документы, а они имеют права наших. А, да, у меня такой вопрос. Вы что, следуете? Или издеваете? Не, ну у нас раньше мулька, мы с вами постоянно устраивали какие-то дискуссии по поводу того, что... Ну все, дискуссии уже прошли. А, теперь можно, теперь и в адийстве. Ну я понял. Вот как у вас двухстороннее все получается? Именно двухстороннее. В смысле? Да это у кого-то двухстороннее. А здесь одностороннее. Не, ну слава богу, в городе, в городе Харькове могу сказать, что может там 3% будут выеживаться. А обычно все у нас. Я еще с начала войны, мы довели, до войны мы доводили, что ничем не заборонена фиксация их не будет. По свечей. Вот и все. Смотри, я хочу сказать, это какое-то место интересное. Вот здесь два поворота налево и два прямо. Так вот, когда-то впереди меня полиция ехала, я не вовремя перестроился, но пропускал машину, потому что было повернуть налево. Такое и есть масло, я не знаю, наверное, с вашего патрульного. Что он сделал? Я ему объяснил, что управление патрульной полицией Харьковской области является незаконным, вооруженным, формированным. И тебе говорят, поехали на наркотическое опьянение. Как-то вот нормально. Ну, ты хочешь ехать себе? Смотрите, теперь я вам поясню. Теперь я вижу, чем я. И поясняю для всех. К сожалению, может, к счастью. У нас есть пункт правил дорожного движения 24 и 29, правильно? Ой, 25 и 29. 29 и 29. Если вы пришел, то есть. Я говорю, что это то и то. Ну, 25 и 29. У нас в законе о полиции тоже прописано, что полицейский может делать. И есть у нас наказ. Где, как, должно, что происходить. Вы не можете, вы если отказываетесь, ну, у него епидозра, он даже будет правильно это делать, неправильно это будет делать. Вы его действия будете обжаловать потом, если он совершил то или иное деяние. Сам состав в отказе. Да. Понимаете? Но он вынужден выполнить свою... Я их не защищаю ничего. Я просто говорю, как будет правильно. И суды, суды принимают по отказу... Их сторону. Где-то 70% их сторону. Слушаю. 30% очень мало происходит. Понимаете? Поэтому то, что он там сделал, не сделал. Вы если выиграете пиляцию, вы потом будете в дальнейшем за превышение служебных полномочий писать. По 365. Но отказываться, если, смотрите, если я уверен, что я трезвый, что я не под наркотиками, я еду, я прохожу, все, все это фиксируют. Если вам даже запрещают медучреждение снимать, они не имеют это право сделать. Понятно. Понимаете? И после того, как будут у меня позитивные выставки, я просто отдельно начинаю писать бумажечки специальные и начинаю, как бы, почему меня это сделали. И все такое проще. А в вашем случае, получается, вы сами себя загнали в тупой угол. Если бы вы поехали, я думаю, что 130-й бы у вас не было. Это понятно. Понимаете? И так везде, кто отказывается ездить по... Если ты уверен, что ты трезвый, не под наркотиками, едешь смело, без всякого, запомните, в УПП, чтобы подмешать там драгер или что-то, всегда заходите с телефоном, фиксируйте на видео. Если будет у вас... Что? На ХИЗЕРе. Да, на ХИЗЕРе. Не, я имею в виду УПП и ГУНП. Это два разных подразделения. УПП. Там даю вам 95%, что будет все чики-пики, они ничего не смогут подмешать. У ГУНП чистый разводяль. Вот там нужно быть аккуратно. По всем проблемам пишите нам в группу «Надзор Харьков», и мы будем реагировать. На данную минуту я вам разъяснил то, что нельзя отказываться от прохождения. Да, если у вас еще такая есть мулька у полицейских перед комендантским часом, нормальные полицейские вас привезут обратно. А гондоны, гондоны, они вас бросят, и вы будете сами в комендантский час добираться. Ну, как практика показывает, в Харькове в основном до места автомобиля довозят. Есть такие у вас уроды. Есть, есть, все мы знаем. Поэтому я вам поясняю. В данном случае человек пытался там что-то объяснить, я его поправил, что его было неправильное телодвижение в плане того, что он отказался о прохождении. Поэтому, еще раз повторяю, за рулем пьяными не ездить, наркотики за рулем не употреблять. Даже если вы употребили, можете два месяца не садиться за руль, 70-52 или 72 дня у вас будут показаны опяты. Так что, как-то так. Как? Канабиоиды, короче. Короче, разная херня. Короче, остановили дядьку за то, что не работала левая, вернее, не работал левый стоп. Начали его мурыжить. Начали издеваться над ним. Там чуть ли руки не заламать, но подоспел я. Короче, дядьку в обиду не дам. А то я знаю. Всем спасибо, всем привет. Да, полицейский посмехается и передает вам привет. Из интересного. В общем, полицейские вызвали следственно-оперативную группу для того, чтобы у человека изъяли его же документы якобы. На будущее. Не надо ничего. Как полицейский поступил? Вот этот непосредственно. Вот, вот тот, если камера передаст. Он говорит, дайте я посмотрю в руках. И зафиксировал это все на служебный планшет. Говорю вам, что даже на служебный планшет, на телефон нельзя ничего давать, фотографировать. Потому что это будет печально для вас. В нашей же ситуации водитель незабовязанный. Ну, это и его обязанность отдать, не отдать. Это уже такое. Там нету закона, который бы его заставил. Как-то так. Ждем. Сейчас, подождите. Они что у него стребуют? Чинный посвященный. Какой-то другой посвященный. Паспорт. Это еще чинный. Так, а зачем? Он же паспорт. Вы же его установили личность. У вас же есть фотография в планшете. Кто же документ не чинный. Ну, он же же в базе у вас бьется. Его лицо. Бля, вы что, огонь? А вы ему собираетесь штраф писать за страховку, что ли, или нет? Вы же реально смеетесь? Мы перенесемся. Я бесплатно ему помогу и предоставлю адвоката. Мы встретимся с вами в ОПП. Ты же справа на страховке. А что вы будете? Нет, смотрите. Мы либо делаем в рамках чинового законодавства, либо мы просто выявили водителя, правильно? Было какое-то правопорушение. Он его устранил на месте. Все. По переверке в него не было. Он же может дома забыть? Это человеческий фактор. Да, все. Что? Дома же забыл, это уже что? Ладно, хорошо. Меня сейчас интересует страховка. Вы действительно за страховку будете ему писать? А что нет? А что нет? А я вам поясняю, что в этот раз у вас не получится за страховку пояснить. Нет. У нас ДТП произошло. Сейчас произошло что там. Мы пересекаем границу. Вы протокол составляете по 130? Нет. Какая страховка? 53 статья. Чего? Закон Украины про правообоевское страхование, цивильно правообидание. Да вы что говорите? 22-я, прим-2. Ой, 22-я, 2. Я же не знаю. Ну так давайте прочитаем, в каких выпадках предъявляется страховый полис. Видишь, они все именно за это берут. Люди не знают. Я тоже не знаю. Так нужно, нужно поучить. Понимаете? Да. Спасибо. Уже задержание, я понимаю. Я вам поясняю. Вот смотрите, вот меня никто не слышит. Если вы будете отстаивать свои права и пользоваться юридической помощью, ставка идет на то, что штраф несовместимый с адвокатом. Понимаете? И где-то 95% людей говорят, да ладно, я штраф лучше плачу. Им это легче. А когда вы наймете адвоката, придете на рассмотрение дела, и адвокат уже будет за вас разговаривать. Поверьте, это совсем другая тема. У меня много роликов, где мы на розе две справы приходим с адвокатом. И поверьте, почти 0,01% не вытягивают эту тему. И чтобы долго нет, смотрите, у нас будет два клопотания. Первое клопотание о том, что нам потребен фаховец ГАУЗе права. Нам нужны два листика формата А4. Надайте, будь ласка. И второе клопотание будет о переносе дела. У вас есть два месяца на привлечение особи до ответственности. Вам нужно идти до конца. Я вам сейчас помогу все составить бумаги. Если они сейчас в клопотании отказывают, вот эта 126 слетает автоматически. Дальше. Вы через суд. Адвокаты составляют все соответствующие бумаги. Непосредственно вот этого инспектора. Девушка. А вы представились, как у вас это? По свечению покажите, пожалуйста. По свечению показывали? Нет, я просто не похвастаюсь еще. Покажите, будь ласка, мне. Наша принцесса Алексеева. Катерина. Я же не это читал. Катерина Володимир. Принцесский ОПП. Хорошо, все. Алексеева. Алексеева, правильно? Алексеева. Алексеева. Алексеева, как его? Катерина Володимирович. Все, у нас будет клопотание. Про перенос. Все, вы, я говорю, если вы их отклоняете, вы их отклоняете, вы пишите постанову, без всякого, там никто паспорт показали, показали. Все. И как будет дальше уже человек будет заниматься. Долго. Пишите клопотание. Сейчас я помогу составить клопотание и дальше будем. качать эту тему. А, клопотание? Да. Клопотание, примерно. Да, его лучше туда, чтобы не намокло, безо всякого. Мы просто раскисли. Да, да. Не, 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 это потому, что предвзятые отношения человеку. Специалиста просим провести рассмотрение дела в помещении УПП в Харьковской области. Какого специалиста? Вы указали адвоката? Не специалиста. Все, поведомления. И даты ж вы согласуйте. Вы ж укажите дату в поведомлении. В общем, все. Перенос осуществлен. Водитель едет дальше. Что вам нужно сделать? В первую очередь, подписаться на мой канал. Второе. Присоединиться в нашу группу. В надзор Харьков. Ссылка в описании. Ну и если вам нравится мой контент. Делайте. Все, они договывались по часу, по датам. Все, все договывались. Ну, все. До побачення. До побачення. Задонатить можете ниже по ссылке, либо по ТД номеру. И я погнал дальше.